В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Полторы недели без холодной воды. Очередное обращение в городской дозор. Постановка по трейлеру Стивена Кинга на сцене Саровского драматического театра. Бумеранг-2019. Во Дворце детского творчества прошел фестиваль для активистов детских организаций. Далее расскажем обо всем подробно. Возможные изменения в регламент городской думы обсудили депутаты на очередном заседании думских комитетов. Так предлагается закрепить в документе механизм формирования планов работы думы и комитетов, а также ввести понятие поручения городской думы. Вопрос было решено обсудить более детально в рамках уже действующей рабочей группы. Также на заседании народные избранники рассмотрели планы приватизации муниципального имущества на текущий год. К другим новостям. В рубрику «Городской дозор» обратились обеспокоенные жильцы дома номер 10 по улице Силкина, где больше недели в нескольких квартирах отсутствует холодная вода в ванной и в туалете. В причинах такой ситуации пытаются разобраться как собственники, так и коммунальщики. На данный момент известно одно. Корень проблемы скрыт в квартире на седьмом этаже. В ситуации с отсутствием полноценного водоснабжения в доме разбиралась наша съемочная группа. Когда в нескольких квартирах дома номер 10 по улице Силкина из кранов перестала течь холодная вода, жильцы не придали этому особого значения. Решили, что это плановые ремонтные или профилактические работы на трубопроводе. Однако холодное водоснабжение не восстановилось ни на следующий день, ни через неделю. Приезжала аварийка, ну аварийка, аварийка. Мы посчитали, что приехала аварийка, отключила. Значит, в понедельник придут люди, будут делать. Что-то есть, ну, устранять неисправность. Понедельник прошел, вторник прошел, среда прошла. Ну, начали волноваться без воды. Не в туалет сходить как следует, не помыться, не постираться, ничего не сделаешь. По словам жильцов дома, в аварийной диспетчерской службе им пообещали устранить проблему в течение дня. Но в реальности все оказалось не так просто. Холодную воду в стояке дома перекрыли после прорыва трубы в одной из квартир на седьмом этаже. Из-за ненадлежащего состояния коммуникации в доме пострадали и соседи снизу. Здесь, наверное, трубы, они уже, ну что, лет под 50, наверное, чугунные. Да, может быть, их поставили еще не свежие. 40 лет. Да, 40 лет. 40 лет. И поставили их, может быть, не свежие еще были, может быть, какие-нибудь старые. Прогнили? Ну, я думаю, что, может быть, где-то какой-нибудь там свежий. Может быть, там где-то пахли, там, может быть, вся прогнилась. Как пояснили работники центра ЖКХ, чтобы устранить проблему в доме номер 10 по улице Силкина, им необходимо провести тщательное исследование квартиры номер 62 на седьмом этаже. А для этого требуется согласие собственника. Но получить его будет сложно, так как мужчина выписался из квартиры 15 лет назад и на сегодняшний день проживает в другом городе. В ближайшее время, я надеюсь, мы найдем все-таки собственника, либо кто-то, кто следит за этой квартирой, в которой произошла утечка воды и заливает ниже расположенную квартиру. Если же в ближайшее время работники центра ЖКХ не найдут собственника квартиры, им придется отправить соответствующие документы в суд, где на рассмотрение заявления законом отведено 30 дней. И тогда будет принято решение, вскрывать квартиру или нет. Канал 16 будет следить за развитием событий. В связи с похолоданием Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области рекомендует не отправлять в школы учеников первых-четвертых классов. Несмотря на сильные морозы, учебный процесс в образовательных организациях продолжается в штатном режиме. Родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребенком, сообщив о нем классному руководителю или администрации. В таком случае пропущенные занятия не будут засчитаны, как прогулы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Комитет по управлению муниципальным имуществом начал прием заявлений на получение социальных выплат для приобретения или строительства жилья. Обращения от граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся на улучшении жилищных условий, будут принимать до 15 марта. Кроме того, до 31 мая можно подать заявку на включение в программу обеспечения жильем молодых семей. Более подробную информацию можно получить по телефону 977-51 и 990-57. Соровчам приглашают на экскурсию по детскому парку на улице Сосина. В ней примут участие директор парка, архитекторы и историки. Вместе с жителями они посмотрят на проблемы и обсудят вопросы благоустройства. Экскурсия по парку пройдет 30 января. Начало в 15 часов. Для справки, в этом году детский парк на улице Сосина примет участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Обладатели нерв-бластеров приглашают в клуб здоровья Центра внешкольной работы. В воскресенье 27 января там пройдет сражение по правилам командного десс-матча и захвата флага. В перестрелках с использованием нетравмоопасных бластеров могут принять участие все, кому уже исполнилось 10 лет. На игру необходимо принести свое оружие, защитные очки и сменную обувь. Подробности в группе Нерв Сорови ВКонтакте. 27 января волонтеры Центра «Радость моя» посетят с благотворительной акцией воспитанников детского дома-интерната в Посьме. Сейчас там живут 150 детей и взрослых с диагнозом «умственная отсталость». Пожертвовать необходимые вещи, оказать финансовую помощь или присоединиться к поездке могут все желающие. Вероника Федюнина вместе с другими добровольцами навещает воспитанников Потьминского детского дома-интерната уже около 10 лет. Со многими детьми уже подружилась. Вероника помнит и следит за судьбой каждого ребенка, которого встретила в этом детдоме. Так как эти дети особенные, они очень искренне в своих чувствах. Поэтому все волонтеры, как правило, уже имеют там своих определенных друзей. Они нас очень ждут и мы очень ждем этих поездок. Каждой поездке готовимся и с радостью ожидаем встречи. Каждую встречу с детьми волонтеры стараются сделать неповторимой и особенной, устроить своим подопечным маленький праздник. В этот раз у нас будет мастер-класс. Мы будем делать свечу из бумаги. Также у нас будут игры подвижные. И, скорее всего, ребята тоже нам покажут какой-то концерт, потому что они очень творческие, любят и петь, и танцевать. И порой их программа даже затмевает нашу. Этим детям, оставшимся один на один со своей болезнью, уже много лет помогают неравнодушные горожане. В числе благотворителей, предпринимателей, сотрудники ядерного центра и муниципального сектора. Студенты и пенсионеры. Конечно, так как очень много народу, 150 человек, очень много нужд, с которым государство просто не под силу справится в одиночку. Поэтому хорошо, если мы все объединимся. И у нас это получается только с помощью наших горожан. Они очень активно отзываются каждый раз. Одним бы мы не справились. В этот раз в списке нужд. Констовары, одежда и обувь, предметы бытового назначения. Принести пожертвования можно на гуманитарный склад на улицу Пушкина, 24А. Подробности по телефону 8 904 044 24 04. Передать привет друзьям и коллегам и поздравить близких с экрана телевизора. На канале 16 продолжается проект «Хочу сказать», где мы даем жителям и гостям города уникальную возможность высказать свое мнение, раскрыть свои творческие способности или просто передать теплые слова пожеланий своим родным. Как стать участником проекта, расскажем далее. И вот что я вам хочу сказать. Проект, который так и называется «Хочу сказать», на канале 16 продолжает свою работу. И будет работать еще долго, долго и долго. А вот все почему. Потому что оказалось, что вам, друзья, есть что нам сказать. И есть что сказать своим родным, близким, коллегам по работе, кого-то поздравить с днем рождения или даже просто передать привет. Ну а раз вам есть что сказать, мы хотим предоставить вам такую возможность, друзья, поздравить родных и близких, поздравить привет или даже на кого-нибудь пожаловаться. Все это в проекте «Хочу сказать». Каждый понедельник в 6 вечера и каждую пятницу в 11 утра. Здесь, в торговом центре «Атом» этот баннер будет ждать именно вас. Приходите, будет клево. «Мизери» – один из самых виртуозных психологических триллеров Стивена Кинга. В основе сюжета лежат отношения двух героев – популярного писателя и его психопатичной поклонницы. Спектакль по произведению «Короля ужасов» показали на сцене Саровского драматического театра. Роли исполнили народный артист России Евгения Добровольская и заслуженный артист России Данил Спиваковский. Роман «Мизери» признан одним из самых лучших психологических триллеров Стивена Кинга. Он исследует тему взаимоотношений фанатов и их кумиров. Во что может вылиться слепое поклонение, какие патологические формы оно принимает и к чему может привести. На театральной сцене роман приобретает новое звучание. Сами актеры характеризуют его как триллер человеческих отношений. Очень много в жизни нашей и семейного насилия, и целые институты работают над этой проблемой. Так что здесь триллер нашей жизни, которая есть в реальности, он здесь существует. Сыграть героев произведения Стивена Кинга тяжело, признаются артисты. На сцене всего два актера, которые держат зал в напряжении более двух часов. Свет и звук также играют в постановке большую роль и помогают еще больше погрузить зрителя в гнетущую атмосферу происходящего. Существует много более легких спектаклей, более легких произведений, которые тоже имеют право на существование. Мы в подобных жанрах и в подобных формах тоже работаем. Но зрителю очень нравится этот серьез, эта глубина. И вот Саровский зритель увидит настоящий театр. Это здорово. На сцене между героями происходит настоящая психологическая дуэль. В реальной жизни, как признаются актеры, у них прекрасные дружеские отношения. Это даже интересно, что на сцене вдруг такая борьба. А в жизни мы с удовольствием мило общаемся. И даже наши загородные дачи, они по соседству, и мы иногда ходим друг к дружке в гости. Как рассказали актеры, их спектакль сподвиг уже многих зрителей из разных городов познакомиться с произведениями Стивена Кинга. И начинали они, конечно же, с Мизери. Во Дворце детского творчества прошел финал муниципального этапа первого областного фестиваля конкурса «Бумеранг», приуроченного к 75-летию снятия блокады Ленинграда и предстоящему 75-летию победы. После торжественной церемонии открытия фестиваля активисты школьных детских организаций отправились по четырем площадкам. Подробности далее. Горсть пшена, картон и пищевой клейстер – вот и все, что нужно, чтобы изготовить экологичную кормушку для птиц. Смастерить такую по силам каждому в рамках фестиваля конкурса «Бумеранг» активисты пионерских организаций провели мастер-класс, на котором рассказали обо всех тонкостях создания фигурных кормушек. Начнется февраль, обычно это холода, морозы, и, соответственно, чтобы помочь птицам, чтобы они не были голодными. Фестиваль-конкурс «Бумеранг» посвятили 75-летию снятия блокады Ленинграда и предстоящему 75-летию победы. Организаторы подготовили для школьников несколько заданий по тематике фестиваля. Ребятам предстояло за несколько минут расшифровать с помощью азбуки Морзе письмо, составить донесения в штаб партизанского отряда, сделать плакат, поднимающий боевой дух красноармейцев, а также собрать и разобрать автомат на время. Артем Ленинград справился с этим без особого труда. Если научиться, его разбирать несложно. Если, конечно же, будет новичок его собирать, то трудновато будет ему в первый раз его собирать и разбирать. А для чего это нужно? Лично для меня. Так как у меня нет никаких осложнений с здоровьем, я пойду в армию, и там, чтобы меня это не учили, я бы хотя бы мог показать, как это сделать, и мог советовать как бы таким небольшим примером. На фестивале ребята смогли познакомиться с техникой скетчинга, понятиями буктрейлер и кроссбукинг, а также пообщаться с ветеранами, героями книг, опаленной бедой и опаленной войной. Фестиваль «Бумеранг» – он такой праздник и мастер-классы, и новые знания, и какой-то прикладной опыт. И сегодня мы показываем ребятам и вожатые друг другу, что мы знаем, что мы умеем и что мы можем сделать. По мнению большинства участников, в День пионерии обязательно надо повторить самые интересные мастер-классы. В Зале искусств Библиотеки Маяковского открылась выставка Николая Мадянова «Моя Россия». Долгое время автор работал во Внев и параллельно занимался живописью. Становился участником многих художественных экспозиций в нашем городе. Художник в своих полотнах стремится передать зрителю красоту и величие природы нашей страны. Подробнее о новой экспозиции расскажем в следующем репортаже. Название картин Николая Мадянова рассказывает о его путешествиях. Это и Якутия, и Полярный Урал, и Крым. Саров также занимает большое место в произведениях художника. Здесь у нас есть пейзажи Кремешков, пейзажи реки Сатис, очень солнечные, очень светлые, радостные. Вот именно то состояние души, когда человек воспринимает эту природу с любовью, всем сердцем. Как правило, художники идут на пленэр, создают эскиз и потом в мастерской притворяют его в жизнь. Николай Мадянов сначала фотографирует понравившийся пейзаж, а потом пишет с этой фотографии. Живопись – это все-таки более эмоциональное искусство, чем фотография. И Николай Алексеевич таким образом выражает свою душевную силу, свое душевное богатство и свою огромную любовь к своей стране, к природе, которую он видит. Все картины Николая Мадянова написаны маслом на холсте. В своих работах художник использует насыщенные, но не раздражающие цвета. Всегда, когда смотришь на его работы, возникает чувство сопричастности с той природой, которой он изображает. И потом понимаешь, что человек неравнодушный, и вот это чувство неравнодушия он тоже умеет передать. Пейзажи очень позитивные. Выставка работ Николая Мадянова будет работать в Зале искусств библиотеки имени Маяковского до середины февраля. Познакомиться с творениями Саровского художника могут все желающие. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова